Когда Абдул-Азиз Турумбаев вспоминает про родной дом и семью, на его лице появляется улыбка. Мужчина оказался в лагере под Кенелем совсем недавно. Приехал из соседней Саратовской области, где работал фермером. Мужчина не знал, что сухопутная граница с Казахстаном по-прежнему находится на замке. Он доверился слухам, которые распространяли в интернете. Десять дней Абдул-Азиз провел в палаточном городке. Правительство Самарской области протянуло руку помощи иностранцу и его землякам в трудный момент. Мигрантам помогали медики, круглосуточно охраняли сотрудники полиции и Росгвардии. Всех обеспечивали трехразовым горячим питанием. На территории лагеря создали все условия для нормальной жизни. И вот Абдул-Азиз вместе с другими жителями Узбекистана отправляется домой на поезде. Администрация Кенеля помогла мигрантам добраться до вокзала на автобусах. В Ташкент уехали около тысячи человек. Хорошо, настроенно, нормально. Узбекистанский поезд. Хорошо, все нормально. Настроенно, отлично. Спасибо вам, огромное спасибо. Самые лучшие там, разговорицы, молодцы, все, до Кенеляции. Всех хорошего спасибо вам, огромное спасибо. В лагере под Кенелем еще остаются несколько сотен человек, но скоро они тоже уедут в Узбекистан. Сейчас в лагере есть 50-20 местных палаток, в которых живут люди. Здесь есть администрация лагеря, есть охрана этого лагеря с целью недопущения различных правонарушений. Территория лагеря опахана с целью противопожарной безопасности. Имеются туалеты, вода ежедневно привозят с порядка 10 кубов. Организованы торговые палатки, горячее питание. С нетерпением ждал поездов Ташкент и Сардор Абраев. В поезде, на котором уезжают мигранты, соблюдали все требования безопасности. Чтобы не заболеть коронавирусом, пассажиры и проводники использовали средства индивидуальной защиты. Одноразовые латексные перчатки и медицинские маски. Бесплатная постель, стоимость билетов входит. Тут чай, обслуга, плюс у нас вагон-ресторан. Если пассажир хочет кушать, попить, пожалуйста. Ну, все должно соответствовать требованиям карантина. Это естественно. Все маски, перчатки. Уже в ближайшее время из Самарской области в Узбекистан уедут еще несколько сотен человек. За ними приедет следующий специальный поезд из Ташкента. Анатолий Головков, Василий Колдашов. События. Анатолий Головков, Василий Колдашов.